Здравствуйте, туристы и милитаристы! Подумал сейчас о том, что, скорее всего, случайных зрителей уже у этого видео не будет. То есть будет какой-то существенный процент людей, которые знакомы с ножами первого цеха. Из этого количества у большинства, наверное, есть ножи первого цеха. И они с удовольствием смотрят ролики с участием как классических моделей, получивших признание, так и новинок. И обязательно какое-то количество людей, которые терпеть не могут скелетники. И в особенности первый цех, и в особенности потому, что остальные так хвалят первый цех. То есть сейчас наверняка некий энный процент сразу же поставят дизлайки. Кстати говоря, по поводу дизлайков многие прям ребята не то чтобы беспокоятся, но спрашивают, а что так много? На самом деле вы можете проследить динамику, в основном дизлайков под видео ставится порядка где-то до 20 штук совершенно осознанно. Это люди, которые приходят. То есть из них, из этих 20 совсем немного тех, которым видео не понравилось. Большинство из них, там скажем, актив, человек 12-15, они смотрят каждое видео только для того, чтобы поставить дизлайк. И некоторое время назад у нас поселился робот, который тоже в принципе ставят. Это сразу видно, потому что там 40-60 добавляется буквально в минуту. Не важно. Так вот, под видео с ножами первого цеха дизлайки возрастают. Почему? Потому что таким образом, как бы это сказать, скелетоненавистники выражают свою гражданскую позицию, свой протест. Ребят, я на самом деле всех вас очень люблю и никого переубеждать не собираюсь. На самом деле переубедить можно только одним способом. Нужно этот нож потаскать на кармане, поносить, поработать им, убедиться, насколько это удобно, насколько это гигиенично, насколько это просто в обслуживании. И какая-то классная столюка, и насколько он дарит именно позитивные эмоции. И тогда все само по себе случится. Просто так, глядя в экран, не получится. Поэтому, ну, без проблем. На самом деле, как раз таки, в отношении первоцехов я уже давно никого, ни в чем не убеждаю. Если вы случайный, скажем, гость, который просто вот зашел на первое попавшееся видео, то я вам искренне рекомендую после просмотра этого ролика посмотреть видео, ссылки на которые я размещу в конце. Почему? Потому что есть несколько видеороликов, в которых я очень подробно и четко объясняю, что такое для меня сейчас стали скелетные ножи, почему, почему именно благодаря первому цеху, и чем эти ножи удобны, и почему это на самом деле очень круто. То есть, повторять по восьмому разу сейчас я не вижу смысла. Именно ради своих постоянных зрителей, которым я, наверное, уже это просто под копипестом, просто набил оскомин. Специально не буду выкладывать здесь какие-то другие модели, как я иногда делаю, для того, чтобы сравнить там или еще что-то. Нет. Когда я увидел этот ножик, фотографию этого ножика, то первые мои эмоции были неположительные. Почему? Потому что я позавидовал человеку, которому этот ножик поехал. На самом деле, ножик уже несколько месяцев в производстве, и, насколько я знаю, модель очень востребована. Это действительно такой прям один из флагманов первого цеха. Длина ножа 195 мм, длина клинка 95 мм, ширина клинка 23 мм, толщина клинка 4 мм, сталь Беллер Удехольм Н690, традиционно 60 единиц по шкале Роквелла, рукоять Беллер Удехольм Н690, 60 единиц по шкале Роквелла. Кайрексные ножны. Так вот, дело в том, что можно сколько угодно спорить на тему удобства или неудобства скелетных ножей, но мало кто будет отрицать тот факт, что ножи первого цеха действительно интересны по дизайну, качественно выполнены в плане слесарки. Ну, я фиг знает, надо было даже вот ради прикола спросить, какое здесь сведение. И, скажем, есть более удачные модели, есть менее удачные модели, есть модели, которые прям реально западают вот в душу, и они прям узнаваемы. Ножик для меня это что-то нечто в одном ряду с гулякой. То есть, как бы я не любил другие модели первого цеха, как бы мне сильно не нравились, скажем, те же самые нарезка продуктов монголоидом или насекомленным, это просто что-то нечто, что-то с чем-то. Тем же самым гулякой нарезка продуктов. Кстати говоря, ножиком я порезал все просто замечательно, но сейчас его хвалить не буду, ибо он у нас на обзоре. Так вот, гуляка, он какой-то, он вот сам по себе, и вот в точности так же сам по себе нож-ножик. Потому что он какой-то, вот согласитесь, у него явно такой хулиганистый вид. Это некий такой, несмотря на то, что клинок вполне себе классический, за счет прогиба линии спинка обух и за счет игры. Ведь посмотрите, режущая кромка здесь, вот я поймал, да, она идет совершенно хорошей такой дугой. Но, как вот, когда вы смотрите на игру вот этих вот отражений на спусках, здесь у нас вогнутые спуски, а на кончике сделаны прямые, то вкупе вот с этим, вот с этим самым прогибом у нас получается, что нож похож на классический тантоид. Такой, знаете, в нем есть действительно что-то нечто японское, но при этом первоцехи молодцы, что они не назвали его как-то там якудза, там, я не знаю, джакузи или еще как-то. А назвали просто ножик. Вот он такой. И вот, название, кстати, обалденное. Почему? Потому что, ну, это ножик. Он такой, он такой действительно прикольный, он такой хулиган, знаете. Это, возможно, вы мне сейчас напишите, что, ну, тебя уж совсем несет, ты представляешь и прочее, прочее. Наверное, потому что, на самом деле, к абсолютно всем изделиям первого цеха я отношусь очень личностно. Действительно, фантазия, хотите, не хотите, она включается сама собой. Именно почему? Потому что, ну, потому что сделано все очень артистично. Вот, хорошее слово подобрал. Артистично сделано. Так, ну что, традиционный кайдекс от первого цеха. Добавить здесь мало, мало что можно. Можно носить на шее нож, несмотря на почти 20 сантиметров общей длины. Можно носить как угодно на подвесах, на, там, я не знаю. Ну, представьте, вот этого малыша ставить на теклок, например. Ну, это будет смешно, но это можно. Можно каким-то образом паракордом крепить. По большому счету, большинство, подавляющее большинство ножей первого цеха, это просто шейники. Или, вот я не знаю, кто как, я просто ношу в кармане. То есть, я никак не закрепляю ножны. Можно, еще раз повторюсь, для тех, кто, скажем, не смотрел раньше, где-то у меня здесь паракорд был, но не важно. Прикрепляете паракордом за любое из отверстий и цепляете его за петельку над карманом своих брюк. Именно паракорд. Нож у вас в кармане. Выхватывая из кармана нож за рукоять, вы просто рывком дергаете, вот этот самый паракорд натягивается, и ножны отскакивают в сторону, остается висеть на шнурке, и у вас нож очень быстро оказывается в руках. Придумал этот способ. Ну и то, чтобы придумал, скажем, в народ, по-настоящему этот способ, запустил Вадим Кондратьев. Ножны он сделал с названием Лопух. И это действительно очень удобно, я это не раз пробовал. Это вот нож, когда нужен быстро и одной рукой. Если ножны закреплены у вас так, как надо, он просто вырывается, выдирается из ножен на раз. Что еще сказать? Ну, как я говорил, заклепочки возят они из Италии. Кайдекс штатовский, не китайский. Отверстие для продува, для того, чтобы не скапливался конденсат. На самом деле, вот единственный реальный минус Кайдекса, даже не в том, что он там гремит, шершавый или еще что-то, а в том, что когда попадает туда песок, то все. Сатину, клинка приходит просто жопа, по-другому не скажешь. Кстати говоря, одной рукой запросто нож извлекается так же из ножен. В общем, традиционные, хорошие, очень узкие, аккуратные, кайдексные ножны от первого цеха. Вот, хотелось бы мне, наверное, сейчас поговорить, я же традиционно обращаюсь к рукояти, и рукоять у нас, видите, вот с таким вот затейливым узорчиком. Обычно я говорю, что вот так-то вот идет у нас хват молоточный, потом диагональный, там вот кухонный, обратный, прочее, прочее. На самом деле, ножи эти для, в основном для одного хвата, именно вот такого. Достал и аккуратно что-нибудь порезал, или также аккуратно кончиком вскрыл упаковочку, или аккуратно перерезал веревочку, и так далее, и так далее. При необходимости, этим ножом запросто можно заточить колышек. И как правильно неоднократно говорилось, и мною тоже в том числе, что если у вас этот нож где-то в ситуации, где нет ножа именно с пухлой строгательной рукоятью, просто вы берете любую абсолютно тряпицу, которую у вас есть под рукой, обматываете рукоять, и получаете инструмент для строгания. С учетом того, что в целом этот нож не для строгания, он для того, чтобы красиво нарезать продукты, радовать владельца внешним видом, и радовать владельца тем, что его не нужно прочищать, продувать, как любой складной нож после работы по продуктам, а просто быстренько сполоснул, и все. Лишний раз добавлю, что сталь Бюллер Удехольм Н690 крайне стойкой ко всяческим агрессивным средам, в том числе к воздействию человеческого пота, именно за это первый цех выбрал эту сталь своей базовой, чтобы ножи от пота не ржавели, потому что они постоянно, и рукояти, и клинки, находятся в соприкосновении с человеческим телом. То есть нет ничего, скажем, какого-то заумного в этом решении. Искали именно качественную по, именно, как сказать, по резательным параметрам, по сопротивлению к каким-то нагрузкам, но самое главное, сталь, которая будет хорошо сопротивляться агрессивной среде человеческого пота. Что еще? Добавлю, что, опять же, какими бы мирными эти ножи не казались, большинство этих ножей очень, даже почему же, рассчитаны на какой-то укол. Несмотря на то, что рукоять жесткая, несмотря на то, что рукоять тонкая, здесь то же самое. Вот это вот подпальцевые выемки хватает для того, чтобы совершенно безопасно уложить в нее указательный палец. И здесь, с учетом того, что именно нет упора, заботливые мастера напилили сверх жесткую насечку. Палец большой встает намертво, и вот это вот соединение гарантирует вам то, что если вам нужно какой-то нанести укол, какое-то резкое движение, какой-то резкий порез, у вас нож в руке зафиксирован практически намертво. Очень удобно. Безусловно, каждый раз поднимается вопрос на тему того, что наминает. Да, ребят, никто и не отрицает. Если вы этим ножом будете перерезать сосну пополам, вы себе намнете ладонь. Но нож не для этого, не про это. Вот конкретно по поводу скелетников мне постоянно приходится уточнять. Он не для этого. Он для нарезки. Он для EDC-нужд. И EDC-нужды он перекрывает полностью. Городские, скажем, EDC-нужды. И при этом, повторю еще раз, он совершенно незаметен при ношении и очень-очень удобен в обслуживании. Потому что сколько бы раз я вам на тестах не показывал, как великолепно нарезает тот же самый каджек, тот же самый рилей, или еще какие-то просто бомбовые ножи. СТР-24. Ножи, которые действительно являются складные просто великолепнейшими резаками. Вот что бы ни происходило в кадре, после того, как я выключаю камеру, я начинаю, сука, все это промывать, а потом продувать. А потом прочищать ватными палочками и салфетками. Почему? Потому что мне просто жалко нож, который убьется из-за того, что именно вот складной нож вот в это место... Ой, ё-моё, какой же ты у меня пыльный-то, дружок. Если я оставлю с той же самой восьмеркой где-то вот здесь вот воду, вот именно вот в этом где-то месте, то по-любому пойдет ржавчина. И чтобы этого избежать, мне приходится тратить действительно, на мой взгляд, немало времени для того, чтобы... Вы сейчас... Вот те, кто носит на кармане складные ножи, они будут, возможно, отрицать и спорить со мной. Не надо, ребят. Потому что я это делаю каждый раз после каждого кухонного теста со складным ножом. И какие бы дифирамбы я не пил ножом, в плане того, что он режет просто капец, как просто что-то... Понимаете, одно дело вскрыть упаковку с ветчиной уже порезанной. Да, достал, щелкнул тем же самым релеем. Ох, классно получается. И другое дело, когда как на тесте вам нужно действительно порезать ветчины, сырика, вам нужно там, я не знаю, ту же самую курицу разобрать, чтобы пожарить это в командировке, там, сделать салат и прочее, прочее. Как угодно вы не говорите, вы складным ножом не сможете порезать продукты так, вот в таком количестве, чтобы не попала влага и грязь в осевой. По-любому. И потом приходится все это очищать. Это самое главное достоинство, на мой взгляд, скелетников. Вот лично для меня это достоинство номер один. То, что просто достал, порезал, его удобнее носить, чем классический нож с пухлой рукоятью. Он менее заметен, он менее, скажем, вот сколько бы я не доставал при своих знакомых скелетники от первого цеха, любые, из карманов, в том числе и ножек, это вызывает только умиление. Стоит вам достать хотя бы небольшой какой-нибудь там бонс и так далее, сразу вокруг люди начинают напрягаться. Почему? Потому что человек достал нож из кармана. Здесь ножик, все, вопросы закрыты. То есть, это тоже, ну, это не то, чтобы немаловажно, но это приятный ништячок именно к обсуждению вот ножей в целом. Поэтому, опять видите, я начинаю кого-то в чем-то убеждать. Я просто в очередной раз сказал, назвал, ну, назвал главное достоинство, на мой взгляд, именно скелетников, которое познается только в использовании. Как и DC-шники, это просто им цены нет. Это очень удобно, это очень-очень практично. По факту, ножик, чем он мне нравится, ну, безусловно, вы видели кухонный тест, резать им очень удобно. В этом плане он чем-то похож на насекомлю, именно вот вот этой вот дугой. Но в том-то и дело, что опять сейчас я, может быть, впаду в какую-то патетику. Насекоболь вот такой, сука, интеллигент. Именно, может быть, вот по названию, по какому-то своему строению. А ножик, он реально хулиган, вот по своему духу. И, наверное, поэтому я как-то прям запал на этот нож. Ну, и, конечно же, решение со спусками мне очень-очень нравится. Видите, вот о чем я говорил. Я был небрежен, и вот эти вот микроцарапинки, потому что просто какая-то кака попала в кайдекс. Опять же, что касаемо именно ножей первого цеха, у нас, я не знаю, где как, но именно в группе Архадыр ВКонтакте просто шикарнейшие ножи, умельцы, не ножи, а ножны из кожи делают, сочиняют Иракеса, Андрей Озеров. Ребята делают такие ножи из кожи для ножей, ножны из кожи для ножей первого цеха. Просто зашатаешься. Там ножны, отдельное произведение искусства. Это действительно очень-очень круто выглядит. Так вот о спусках. О спусках я могу сказать, что идея просто офигительнейшая. Основная часть режущей кромки. Ведь почему 4 мм по обуху? Как бы это ни казалось много с точки зрения что у меня сегодня с... Именно вот верхний свет как-то шалит. Как бы это ни казалось много 4 мм для ножа с 95 мм клинком по обуху тоньше никак нельзя. Почему? Потому что толщина обуха это и толщина рукояти. Сделаете вы 3 мм толщину рукояти вы себе просто руку порежете. То есть это нужно учитывать. В этом плане совершенно согласен с первым цехом что вот у них опять же как сталь базовая н690 так и толщина ножа базовая у них идет 4 мм и в этом плане вогнутые спуски по большому счету это спасение потому что вот именно к режущей кромочке я по другому не скажу потому что здесь она именно кромочка уже совершенно мы тоненький нож получаем. Смотрите сверху просто ломик реально ломик. Вот опять же из всех ножей первого цеха это наверное самый-самый мощный прочный кончик. Почему? Потому что у большинства ножей у ребят откровенно деликатные кончики именно за счет вогнутых спусков прямые попадаются реже. Здесь все сделано очень-очень по-хитрому. Просто взяли и в кончике ближе к кончику сделали прямые спуски сделав его в буквальном смысле ломовитым. И мы получаем в этой зоне совершенно отличный рез который действительно гарантируется вот этими спусками ну и конечно же заточкой. И здесь мы получаем гарантию того, что ковыряя что-то этим ножом там я не знаю выковыривая что-то выдирая буквально конкретно именно ножик за счет вот этого строения клинка за счет комбинации двух спусков я наверное не ошибусь если я ошибаюсь знатоки первого цеха меня поправьте я думаю что скорее всего этот нож это единственный наверное именно ломовитый реально вот ломик от первого цеха почему потому что этим кончиком ну люки не люки ну как-то действительно он внушает доверие он действительно сделан очень-очень мощно несмотря на то что сам нож опять же такой весь интеллигентный на вогнутых спусках вот такой вот у нас аккуратный сатин уже заляпанный моими пальцами эмблема первого цеха стилизованная надпись ножик и как всегда где-то вот на рукояти спрятана марка стали N690 замечательный нож вот без преувеличений даже среди ножей первого цеха если брать их в целом эта модель лично для меня очень сильно выделяется прям вот нож настроение нож создающий настроение кому как я от него просто тащусь это действительно такой вот прям ножик вот умеют они в названии как говорится поэтому прошу любить и жаловать наверняка он у нас будет мелькать часто в фотках наверняка он у нас будет часто мелькать в каких-то коротких роликах почему потому что если тебе вещь нравится ты ее работаешь много и с удовольствием спасибо за просмотр всего доброго скажем поклонники фанаты первого цеха начинайте делиться своими впечатлениями своими эмоциями а противники начинайте кидать тапки берите их только наверное лучше помягче какие-нибудь домашние войлочные увидимся ребят до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...